В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда поедет лифт? Очередное обращение в городской дозор. Места, где хранится история. 18 мая – Международный день музеев. На работу на велосипеде саровчане присоединились ко всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Рубрика «Городской дозор» продолжает свою работу. В этот раз с просьбой о помощи к нам в редакцию обратились жители дома 2А по улице Силкино. Большинство собственников здесь ветераны, и вот уже которую неделю из двух лифтов в подъезде работает только один. Да и в нем, по словам жителей, все регулярно застревают между этажами. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Более 10 этажей вверх неприглядного вида лестница и жильцы – пенсионеры, которым ежедневно приходится проделывать непростой маршрут из квартиры на улицу и обратно на своих двоих. В пассажирском лифте есть все шансы застрять на 30 и более минут. Мы обращаемся уже третий день подряд в лифтовую службу. Приезжает лифтовая служба. Буквально на 10 минут лифт опять стоит. И один, и второй. В грузовом лифту сказали, что-то у нас сгорело, какая-то обмотка. А маленький у нас работает. Люди садятся на этаж, нажимают на пятый, останавливаются на втором, дальше не едет. Люди стоят по 30, по 40 минут. В такой ситуации заложниками становятся все, кто живет выше пятого этажа. А это более 40 квартир, в которых проживают пенсионеры. По словам жильцов, к моменту приезда нашей съемочной группы бригада ремонтников только что покинула объект. Вот буквально минут пять назад сказали, что лифт работает. Ну, сейчас опять начали нажимать кнопки, лифт опять не работает, то они идут пешком. По данному вопросу мы обратились в компанию, обслуживающую данный дом ООО «Лифтсервис». По словам директора Олега Рязанцева, проблема появилась из-за скачка напряжения в электросети. Это вывело из строя управляющую плату и электронную тормозную систему. На сегодняшний день проводятся все необходимые работы, и скоро жильцы смогут безопасно пользоваться лифтом в своем доме. Саров, город контрастов. На карте нашей страны сложно найти еще одно такое же место, которое сочетает в себе богатые научные знания и духовные традиции православия. С развитием города и освоением новых территорий в Сарове появляется все больше улиц и других географических объектов. Каждая имеет свое официальное название. Но в обиходе саровчан остаются популярными обозначения, появившиеся благодаря творчеству и смекалке самих жителей города. Бастилия, Пицунда, Веселая вдова, Курятник, Красный дом, Лепестки. Для гостей нашего города это, скорее всего, будет непонятным набором слов. Но любой коренной житель Сарова сразу поймет, о чем идет речь. Историк и знаток каждого уголка родного города Валентин Степашкин тщательно исследовал историю появления названий различных географических объектов. Народ всегда принимал активное участие в формировании топонимики своей местности, потому что надо было как-то обозначать реку, либо лес, рощу какую-то. И для того, чтобы это было понятно большему количеству людей, придумывались какие-то названия. А потом уже либо это переходило в официальное наименование, либо оставалось среди жителей как неофициальное название. Самые древние обозначения или по-научному топонимы, вышедшие из народа, относят аж к 17 веку. Речь идет о названиях двух рек – Сатиса и Саровки. Но на этом народное творчество в отношении водоемов или объектов возле них не закончилось. Висячий мост на самом деле носит официальное название подвесной. И многие по праву считают его одной из достопримечательностей Сарова. Озеро Боровое многие саровчане привыкли называть бассейном. И существуют две точки зрения, почему так произошло. Первое – это искусственное происхождение водоема, а второе – более интересное. Старожилы города рассказывают, что во времена, когда в Сарове еще не было ни одного бассейна, именно здесь проводили городские соревнования по плаванию. Саровчане говорят «маслиха», а подразумевают «больничный городок». Существуют две точки зрения, почему именно «маслиха». И обе относятся ко временам существования Свято-Успенского монастыря. Одним из первых поселенцев на этом месте был монах, в миру носивший фамилию Масленков. Потом как бы вот здесь появилась уже и молочная ферма, и организовали мы нашу стоящую маслобойню. Ну и как бы вот это все присовокупилось. И вот это вот наше место, оно стало наименоваться «маслихой». Что же касается жилых кварталов, то здесь как нигде нашлось применение народной фантазии и творчеству. Про то, что такое Шанхай и почему девятиэтажки на Бессарабинка получили название «Веселые вдовы», расскажем ровно через неделю в вечерних новостях на канале 16. В Сарове построят Центр космического приборостроения. Российские специалисты уже начали подготовку по созданию Центра космического приборостроения на базе Российского федерального ядерного центра. Объект возведут в Сарове уже в следующем году. В Центре космического приборостроения планируется разработать альтернативу ГЛОНАСС и GPS. Новая система астронавигации будет использовать рентгеновские пульсары, что позволит определять местоположение объектов с высокой точностью. Разработка также сможет использоваться на космических аппаратах для более четкой ориентации кораблей в пространстве. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дорогу к лагерю «Березка» начнут ремонтировать уже в этом году. Об этом со ссылкой на Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области сообщили в городской администрации. Сейчас идет подготовка соответствующего конкурса, в ходе которого будет разыгран подряд на 40 миллионов рублей. Ремонт займет два года и завершится в 2019-м. 22 мая Саровская пожарная охрана отметит 70-летний юбилей. В честь этой даты с 16 до 17 часов на площади Ленина пройдет выставка пожарной техники, находящейся на боевом дежурстве. Дети смогут поучаствовать в конкурсах и викторинах на противопожарную тематику. Клиническая больница номер 50 сообщает, что медицинские справки для детей, отправляющихся в оздоровительные лагеря, будут выдавать строго по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через портал пациента в разделе «Детское население. Оформление справок в загородные лагеря». Совместить приятное с полезным. Уже в эти выходные в ресторане «Прайм» пройдет турнир по боулингу на Кубок Канала-16. В состязании примут участие футболисты, пловцы, специалисты различных организаций, депутаты, сотрудники ядерного центра и активная молодежь нашего города. Посмотреть, кто станет лучшим и поболеть за любимую команду, приглашают всех желающих. Ребятам нужна ваша поддержка. Турнир пройдет 19 мая. Начало в 12 часов. К другим новостям. Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой профессиональный праздник. С 1978 года Международный день музеев справляют более 150 стран мира. Сарова тоже есть чем гордиться. В честь праздника мы расскажем о тех, кого горожане регулярно видят на парадах в честь Дня Победы и других городских праздниках. О музее, авто и мототехнике. У этих машин, можно сказать, появилась старая жизнь. В свое время они были банальным средством передвижения, иногда предметом роскоши. Сегодня это носители живой истории. В музее авто и мототехники представлено более 50 автомобилей и мотоциклов и десятки старинных велосипедов. Мотоцикл К-750. Милиция. Примерно 60-х годов. Если кто-то помнит, смотрел фильм «Берегись автомобиля», то инспектор там катался, догонял «Волгу» именно на таком мотоцикле. В экспозиции музея можно встретить и самое популярное советское такси – ГАЗ-21Т «Волга». В ней установлен настоящий счетчик того времени и даже фирменные колпаки. Особое внимание привлекает и ВАЗ-2103 милицейской раскраски. На самом деле, как бы, это автомобиль милицейский. Он изначально был, стоял у нас, находился у нас в музее, как экспонат, автомобиль ГАИ. Но однажды мне пришлось побывать с друзьями на гонках Moscow Classic Grand Prix. Это гонки на классических автомобилях. Вот, меня это так понравилось и затянуло, что я выбрал этот автомобиль для того, чтобы переделать его вот для таких гонок. Этот автомобиль уже участвовал в гонках в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и занимал вторые и третьи места. Внешне он претерпел минимальные изменения. Наряду с классическим салоном и настоящей милицейской рацией того времени, в нем лишь установлены специальные спортивные сидения и руль. Основная работа проведена под капотом. Здесь, поскольку классические гонки, сильно переделывать нельзя. Единственное, что отдавали специалистам, не сами делали двигатель, отдавали специалистам, бывшим гонщикам, хорошим, интересным, в том плане, что автомобиль действительно доведен, мотор заряженный. Увидеть собственными глазами российский и немецкий автопром советских времен можно каждые выходные с 10 утра до 2 часов дня. А 25 мая сотрудники авто- и мотовыставки приглашают всех желающих к себе на ночь музеев в парк АСС и на улицу Солнечная, дом 5. Ребята из театральной студии «Мы» представили на суд Саровского зрителя спектакль «Друг мой Колька». Начитку, постановку и репетиции ушло более трех месяцев, а перед премьерой было принято решение сделать спектакль благотворительным и все собранные средства отдать в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Подробности в нашем следующем репортаже. Сергей Загороднев в театральной студии «Мы» занимается уже пятый год. Своё будущее видит связанным с театральной сценой. Достаются Сергею роли не только второго плана. Самым запоминающимся для него на данный момент стал спектакль «Федькина задача». Там играл главную роль, как вы можете догадаться, Феди. Но там практически весь спектакль, я, можно сказать, был один, но это было трудно, все-таки, я думаю, играть трудно. К идее сделать показ спектакля «Друг мой Колька» благотворительным Сергей отнесся положительно. Помогать ближним мальчик всегда готов и свою посельную лепту в сбор средств тоже внес. Всё-таки благотворительность, можно сказать, вносит добро в наше общество. И люди другие, которые, ну, инвалиды или же с ограниченными возможностями, они начинают верить, что им тоже когда-нибудь смогут так же помочь, и они верят лучше. В этот раз ребята из клуба общения «Лотос» при помощи актеров в театральной студии «Мы» собрали средства на покупку оборудования для инвалида по зрению, у которого есть талант вокалиста. Театралы-любители сошлись в едином мнении. С их помощью это доброе дело обязательно будет доведено до конца. А делать благотворительные спектакли станет доброй традицией. По всей стране при поддержке Министерства транспорта прошла акция на работу на велосипеде. С самого утра ее участники перемещались по городу исключительно на двухколесном транспорте. И доказали, что этот способ передвижения может быть не менее легким и удобным, чем на автомобиле. В 2017 акция прошла в 35 городах России. В этом году к ней впервые присоединились саровчане. Принять участие в акции просто. Едешь по делам и заезжаешь по пути на точку активности или так называемую энерготочку, на которой организаторы-добровольцы предложат попытать удачу в розыгрышах и конкурсах, немного отдохнуть и, может быть, найти новых друзей. В этот день мы стараемся сообщить всем людям нашего города, что возможность пересесть на велосипед есть. Можно добраться в любую точку города. Велосипедисты внимательно слушали рассказ организаторов о всероссийской акции и активно соглашались присоединиться к ней и пропагандировать езду на велосипеде как спорт и культуру. Эта акция на самом деле охватывает многие аспекты жизни. Для кого-то это социализация, для кого-то это культура, для кого-то это экология. Алена Корнюхина приехала в гости к друзьям из Москвы и первым делом оценила наш город с точки зрения удобства для велосипедной езды и присоединилась к акции. И так как своего двухколесного друга не привезла, воспользовалась с помощью друзей. Это реально город в лесу и это замечательная возможность для того, чтобы именно здесь открыть велосипедное движение. Потому что, во-первых, когда ты едешь, ты не сталкиваешься с тем, что какие-то выхлопные газы летят тебе навстречу, или что тебя может сбить машина, или что слишком много людей на твоем пути встречается. Также на мобильных энерготочках можно немного подкрепиться после трудового дня. Участникам предлагали фрукты и питьевую воду. Всероссийская акция на работу на велосипеде проходит три раза в год в феврале, в мае и сентябре. Восточная мудрость гласит, что мед – лекарство от ста болезней. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. Найти сорт меда по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». С 18 по 20 мая в Ледовом дворце проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день, и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний, потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумио, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний – и бронхиты, и ларингиты, ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 18 по 20 мая. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова